Приветствую вас, друзья! Я обещал в прошлый раз, что сегодня серьезно покажу что-то. Прием! Я говорил уже и писал в своих книгах о том, что метод-ключ содержит в себе все методы мира, имея в виду соль всех методов мира. И вот сейчас я помогаю очень многим людям, которые, к сожалению, не могут ко мне попасть вот так непосредственно на прием, как это было раньше. И мне позвонили из Армении, где я раньше работал, 30 лет, ну в 80-х годах. Мне позвонил мой друг старинный, он говорит, ты мою маму вылечил тогда, а теперь у него сильнейший, говорит, радикулит, по всей моей ноге, говорит, по всей ноге. Такая боль она спать не может. Она, говорит, тебя вспомнила. И вот интересно, правда, вот на таком расстоянии я в Москве, а не в Вереване, я ей помогаю. И уже помог. Да-да-да, они уже говорят, что она уже спит. Да, завтра еще раз буду встречаться с ней дистанционно. И другой друг мой позвонил, он говорит, из ковида. Я, говорит, вышел вроде бы, вся семья болела, жена, говорит, уже вроде бы вышла, и обоняние потерял, и много чего. А вот сейчас, говорит, в таком состоянии почему-то вдруг неожиданно. Да, и слезы наворачиваются, говорит, и кашлять опять начал, и першит все, и закладывает. И такая слабость, прямо жить не хочется, что делать. А он живет в деревне, очень далеко. И у нас, говорит, нет такого врача, который мог бы помочь. Поэтому вся надежда на тебя. Я вот теперь и для Еревана, и для моего друга другого. Я ему тоже провел эту встречу, и он тоже сказал мне, через 20 минут легче, говорит, стало. Да-да-да, жить начал опять. Я говорю, ну, делай так, как вот мы сделали, несколько дней подряд. А что мы сделали? Вот маме моего друга, там, Ереване, которая уже в таком мудром возрасте, очень мудром возрасте, которая не может сидеть нормально даже, потому что боль. И вот она сидит передо мной. А молодого это тем более касается. Она не может делать шалтай-болтай. Она не понимает сейчас, что значит руки левитационно разводить, чтобы выйти на состояние такой благоденствия, чтобы такой триггерно-квантовый переход произошел. Где бы она стала возрасте. Она не понимает этого сейчас. Тем более она по-русски плохо понимает, потому что когда я ее много лет назад лечил, я ее иглотерапией лечил. Но она меня увидела, она говорит, да-да, привет, Хасайджа, давай. И, короче говоря, я ей сказал и сделал что? Я вам сейчас показываю, что я им сделал. И в деревне, и в Ереване, на таком расстоянии. Я им сделал такое простое. Такое простое. Я им сказал, смотри на мою руку, я ей говорю. Она смотрит. Я говорю, вот маятник такой, маятник. Веди глазами за моей рукой. Она водит глазами. Она больше ничего не может, потому что всякое движение доставляет боль в ноге. От поясницы до ступни. И вот она смотрит на мою руку. Я смотрю, она начинает слегка головой вот так качать. Слегка головой качать. И я говорю, да-да-да-да, продолжай, продолжай, продолжай. А рядом с ней сидит ее сын, но он же взрослый мужик уже. Он говорит, слушай, я уже засыпаю от тебя. Я говорю, и ты тоже так делай потом. В любое время, когда захочешь успокоиться, это не только для того, чтобы боль в ноге снять. Это вообще для того, чтобы успокоиться. Ты тоже так вот сделай. Вот сейчас я уберу руки. Уберу. Вот убираю. А ты продолжай сама, уже в своем ритме делать. Вот так вот. Или глазами води туда-сюда. Как будто я дирижирую. Или головой води. Как тебе удобнее. Как тебе удобнее. Подбирай, как тебе удобнее. И объясняю вот эту вот зону, зеленую зону. То есть критерии максимальной комфортности. Как вот так делать эту волну. Это же упражнение волна. Только я начал ее вот с такого вот движения. Ну, это движение в других методах есть. Там ДПТГ, там и так далее, Шапира. Ну, там делают же только так. А я говорю, а ты подбирай, как тебе удобнее. Если головой удобнее, головой. Если телом удобнее, телом. А вот молодой человек, который в деревне живет, здесь в России. Он говорит, а я шалтай-болтай пытался делать вот так вот. Стоять делать. Что-то мне не помогло. А я говорю, тут главное вот что. Переживай, о чем переживается. Переживай, о чем переживается. На волне колебаний. Когда стоял и делал шалтай-болтай. Сколько минут ты делал? Он говорит, две-три минуты. Я говорю, нет. В этом случае, чтобы восстановиться, надо подобрать именно наиболее приятное повторяемое движение, которое ты можешь делать дольше. Без всякого усилия над собой. Как волна плещется. И поэтому, или начиная именно глазами двигать. Или головой двигать. Или телом двигать. Поэтому давай сейчас. А он сейчас лежа был. И он так головой делал. Да, головой делал. Потом начал плакать. Я говорю, плачь, 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 плачь. Это же разгрузка. Мужчины, говорю, они все время сдерживаются. Потому что с детства им говорили, ты что, девочка, что ли, плакать? Ну, правильно, мужской дух воспитывали. Но сейчас же речь идет не о том, чтобы быть в бою там где-то или с кем-то там кому-то что-то доказывать. А здесь речь идет о том, чтобы снять напряжение и включить в себе новые силы, новое дыхание. Произвести переэнергию. Оздоровиться. Выйти, в данном случае, из ковидного состояния. Да, делай, делай, делай. И плачь. Да, хочешь выйти в вой, хочешь стонать, стони. Хочешь кашлять, кашляй. Хочешь зевать, зевай. Делай. Это мозговой санаторий. Делай, делай. И вот он делал, делал 15 минут и говорит, да, легче стало. Я говорю, слушай, здесь работает накопительный эффект. Потому что эндорфины включаются в связи с дозой. Ну, аналогично тому, как с водкой, например. Он говорит, я водку не пью. Я говорю, не в этом дело. Я тебе просто для образности говорю. Фигура слова. Бывает, что рюмку выпьешь, нет реакции. Ещё выпьешь ни одно, ничего. Ну, вроде бы как было. А потом ещё одно выпиваю. И уже встать не можешь. Количество перешло в качество. Вот в чём суть. Поэтому доза – это время продолжительности повторяемого движения, колебательного движения на фоне переживаний. Переживаешь, переживаешь, переживаешь. И потом количество переходит в качество. И в какой-то момент, ну, как-то естественным образом, без всякого усилия над собой, без всякой силы воли в данном случае. Это санаторное состояние. Это восстановительное. Здесь колоссальный, могучий, восстановительный эффект. Да, и прямо на глазах. Ну, вы представляете, а я ещё тут с другими разговаривал по телефону. И получилось, что я вот таким образом, таким простым действием доступно достучался ей веревание в таком мудром возрасте, которое плохо говорит по-русски. Да, она это сделала. Вот же в чём суть ключа. В самом подборе самых простых для себя действий. А в данном случае выходить из состояния болей, радикулитов там, или страхов, паник, или каких-то других шейных проблем, или, допустим, вот, ковидное состояние. Почему это всё повторяю? Чтобы дошло, дошло бы до конец, до некоторых, которые вообще не знают, что такое ключ. А те, которые знают, что такое ключ, чтобы, ну, они-то знают уже, что это один из приёмов. А там много приёмов. Там вот этот и шалтай-болтай кому-то подходит, а там есть плавательные движения, а там есть и бой с тенью, а там есть и потрястись на коне, а там есть и сканирование, когда ты начинаешь головой крутить, потом плечами, потом поясницей, потом ногами, ну, проходишь дольше. Вот тело от головы до макушки и выбираешь то действие, которое тебе лучше всего подошло. То есть весь принцип обучения навыком саморегуляции заключается в том, что ты опробируешь разные приёмы, там, по полминутки, минутку. Опробируешь, подбираешь то, что тебе подходит. То, что ты делаешь легко, то, что ты делаешь естественно, без всякого усилия над собой. Потом повторяешь несколько раз, и сам процесс вот этот вот, он тебя оздоравливает. А то действие, которое тебе сейчас подходит, повторяешь и повторяешь и повторяешь, если ты в сложенном состоянии, в остром состоянии каком-то, нервном таком потрясении или ковидном состоянии. И вот тебе, пожалуйста, внутренний доктор включился. Если у тебя там, в деревне, далеко в России, нет врача, который психолога нет или психотерапевта, который тебе поможет из ковидного состояния выйти, я имею в виду со стороны нервной системы, то делаешь вот это упражнение «Волна». Да, а ещё там посмотри у меня на канале «Ключевое дыхание». Одно-две минутки делаешь, а потом волну запускаешь. И так начали вот так с этого. Потом воображаете себе, например, плохо засыпаете. А я ей сказал, а когда будешь ложиться спать, будешь лежать, и вспомнишь, как я делал вот так вот, дирижировал, и уснёшь. Да, и вот завтра она мне напишет, вернее, сын её напишет. Армень, Жан, я тебе привет передаю. Я специально этот ролик записываю, чтобы вы посмотрели. Да, и Женя в деревне. Я это специально ролик записываю. Женя, ты там всем в деревне своей, всем покажи, расскажи. Раз там ковидом болеют, пусть они этим пользуются. В 5-10 раз быстрее выходят из ковидного состояния, применяя вот эти приёмы. Я обещал вам рассказать сегодня серьёзно. Это очень просто. И поэтому кажется, что это не серьёзно. На самом деле, это самое серьёзное в мире сегодня и есть, потому что я из ковидного состояния уже сотни людей вывёл. Это как раз серьёзное и есть, друзья. Так что, смотрите, воспользуйтесь. Ну, бывает такое, есть люди, которым руку протянешь, и то взяться не могут. Ну, скажите, что это профессор бывший, это такой знаменитый человек, там, авторитет поднимите. Потому что есть люди, которые, да, думают, да, много сейчас всего там. Ну, расскажите, там, пусть под роликом посмотрят в Ютубе, что про меня написано. И вообще, друзья, вы когда мне пишите в личку благодарности всевозможные, вы в комменты там пишите что-нибудь, чтобы наша школа развивалась, чтобы всем было, и соседу, и в деревне, и в любой губернии, везде. Ну, и, конечно, моим друзьям в Армении. И не только в Армении, а во всем мире. До встречи, друзья. До встречи. Итак, время продолжительности. Первые разы долго вот это вот восстановительное, восстановительное я имею в виду. А вот короткие приёмы синхрогимнастии, это для поддержания уже полученного хорошего состояния. Потом. Да. До встречи. Продолжение следует.